Решили с Ксюхой открыть совместный счет. Ну, типа, все равно... А, так что все равно? Редкая женщина, она согласна вкладываться в бюджет нашей семьи, семейки. Семейки, говорит, плохо звучит. Ну, короче, то, что мы вместе живем, вместе кушаем, вместе что-то там покупаем. Она говорит, Леха, я считаю, что участие в бюджете это проявление любви. Проявляю любовь, конечно, участвую в нашем бюджете, это здорово. Ну, вот, решили, короче, открыть карту. Ну, потому что как мы делали? Типа, по результатам месяца смотрим, кто сколько со своей карты потратил, суммируем это и получаем наш бюджет. Получается, один человек потратил 10 тысяч, другой потратил там 90. Получается, если это все приводит пополам, то тот, кто потратил 10, должен скинуть с ракет тому, кто потратил 90. Ну, вы понимаете, да? Цифры условные. Все нормально, совместный счет, да? То есть, у тебя есть общий счет, на него открыты две или больше карт, ну, если у тебя две жены, да, или там три или шесть. Все как бы тратят бабки с этого счета. Есть общая история, кто сколько пополнил, кто сколько потратил, в принципе, без разницы. Главное придерживаться правила, что все покупки, они идут на благо... Звучит все прекрасно, правда? Заказываю там, пока ты все это дело оформляешь, он тебе говорит, типа, вот карты, можно дизайн выбрать. И мы их привезем там, типа, завтра там в шесть часов. Я такой, блин, по-европейски, типа, отлично. По факту, что получается? Короче, я сижу на следующий день, жду этой доставки. И мне, типа, там, за какое-то время приходит сообщение, что доставка отменена. Причем это сообщение было не то, чтобы прям явно видно. То есть, просто у меня пропала иконка, что доставим в такой-то день, ну, внутри приложения Тинькофф. Я сам написал в поддержку, по-моему, даже позвонил. Они говорят, а, блядь, типа, карта не выпущена, это, ожидайте. Я, ну, нахал везде, где мог, что это не культурно. Плюс, я в прошлом месяце подключил себе Тинькофф премиум, потому что мне нужно было получить квалифицированного инвестора. Ну, для того, чтобы суметь продать акции, которые накупил. Надеюсь, они когда-нибудь вырастут. И я смогу сменить вот этот фон на какой-нибудь более другой. То есть, у меня сейчас активирована подписка Тинькофф премиум. То есть, я, типа, не вот этот супер-блэк, что-то там, за три миллиона рублей, да. А я, как бы, вот перед ним, но, типа, уже не обычный юзер. Я говорю, ребята, я, вообще-то, премиальный клиент, мне нужна доставка вовремя, сегодня. Или компенсация, да. Вот то, что я три часа просидел, в 15 тысяч рублей я оцениваю. Мне в итоге прислали 500. То есть, то, что я изменил свои планы на день. В общем, Тинькофф считает, что вы зарабатываете в день, ну, где-то полторы тысячи рублей. Ну, потому что я сидел треть дня, ждал, не занимался своими делами, не уезжал, куда мне там хотелось, да, или нужно было. А они-то оценили в 500 рублей. Они не говорят, что, типа, мы привезем две карты. Там, как бы, интерфейс такой, что ты можешь заказать доставку на определенный день. Я оформляю доставку еще раз. И мне сегодня с 8 до 10, я всегда просыпаюсь в 8.30. Ну, примерно в 8.20 или в 8.35. Вот у меня организм так и работает. Всегда так просыпаюсь. Я отключил себе режим не беспокоить, чтобы курьер мог мне позвонить. В итоге она позвонила, сказала, что приедет со стажером. Я говорю, да, вообще никаких проблем. И в итоге, вы не поверите, мне привозят сейчас не две карты, а одну. А-Д-НУ. Не проснулся просто еще. Карта, это на Ксению. То есть, сейчас получается, у меня есть совместный счет, который я, естественно, пополнил. На который должны быть две карты, чтобы я ходил в магазин, и она ходила в магазин. Покупали водку, селедку, яйца. Ну, понимаете, да? Ну, как вот обычно это происходит. А карта к этому счету есть только у нее. То есть, это какой-то российский подход, вот этот, женский. Что, типа, бабки мужа, это общие бабки. Ну вот, а бабки жены, это ее собственные. Только у меня получается еще круче. Сейчас мои бабки, которые я закидывал на общий счет, это можно тратить только она. И прикол в том, что я выбрал сегодня время, которое мне удобно. Потому что мы сейчас покушаем и уедем вообще на весь день. Они мне звонят и говорят, мы вам сейчас привезем еще вторую карту. Я говорю, отлично, у вас есть 20 минут, пока я буду дома. Отвечают, что нет, это, типа, будет сделано там в какой-то другой день. То есть, я опять поднимаю вопрос о компенсации. Если они мне предложат сейчас опять 500 рублей, это будет, ну, прямо издевательство. То есть, заказывая карты в Тинькофф, готовьтесь, ну, в Тинькофф 22-го года, которое к Олегу теперь не имеет отношения, готовьтесь, что вам придется ждать курьера, который вам привезет, который отменит доставку или привезет не то, что вы ожидаете. В общем, я недоволен и, естественно, записываю это видео из-за своего недовольства.